Мой самолёт в Гвинею прилетел ночью. Столицу страны Конакри по ночам практически не освещают. Мало что было видно. Часть районов города была охвачена протестами и боевыми действиями, из-за чего дорога от аэропорта заняла полчаса вместо привычных пяти минут. Из-за этого таксист, который должен был нас встретить, отказался ехать на территорию аэропорта, пришлось искать другого водителя. Видно было плохо, но ситуация выглядела стрёмной. Течёт какая-то такая довольно бурная и активная ночная жизнь. Народ что-то покупает, продаёт, обменивается последними новостями, но всё это в такой относительной тьме. Сразу хочется вспомнить Зимбабве, потому что в Зимбабве, по-моему, всего несколько фонарей на всю страну. В темноте разглядеть Гвинею не удалось, но при свете дня тут могло быть интересно. Я представлял колониальную французскую архитектуру, жаркое экваториальное солнце, белый песок на залитых солнцем пляжах. Но на деле в гвинейской столице Конакри ничего этого не оказалось. Тут грязно, бедно, бесконечные пробки, а из архитектуры нет вообще ничего сколько-нибудь примечательного. В этом ролике мы увидим убитый центр города, похожий на бесконечный базар. Так вот выглядит город в квартале от Президентского дворца. Африканскую версию Читы с грязью и мусором повсюду. Раздельный сбор мусора не слишком распространён в Гвинее. Пляжи с белоснежным, мелким и приятным мусором. Видно, до чего человек здесь довёл планету. А ещё много портретов гвинейского президента. Очень-очень много портретов. Что хорошо в Африке, так это то, что каждый здесь при желании узнает свой родной город. Альфа-Конде, кто это? Альфа-Конде, это президент. А, это президент. Везде лучезарно на фоне радуги нынешний президент разводит руками. И всё это он делает с таким вот блаженным выражением на лице, типа, папа в городе, скажите мне спасибо. Портреты президента Альфы-Конде тут реально повсюду. Всё потому, что в Гвинее совсем недавно прошли президентские выборы. Начались они очень по-русски, с обнуления. В этом году у Конде заканчивался второй и последний по закону срок власти. Поэтому он решил поменять конституцию и провёл референдум, на котором благодарный народ Гвинее решил его предыдущие сроки у власти не учитывать. В итоге Конде пошёл на третьи выборы и триумфально их выиграл. Вот только оппозиция с этим не согласилась. Народ в Африке простой. Так что никто не стал устраивать митингов. Вместо этого люди сразу достали автоматы и пошли стрелять. Нужно понимать, что у протестующих есть огнестрельное оружие, они вооружены, в том числе автоматы Калашникова, как говорят местные журналисты. И вот только сегодня недавно убили несколько полицейских. Здесь буквально в двух кварталах. Здесь вот видите, здесь стоит полиция, вот эта синяя будка, а там уже протестующие, там они что-то шумят. Судя по крикам и по шуму там, вот эту улицу уже не контролирует полиция. И вот за этим углом уже тоже стоят люди. Это последний блокпост, который здесь есть. Забавно, что ставший диктатором Конде раньше сам был диссидентом и даже в тюрьме успел посидеть. Когда предыдущий диктатор умер, Конде занял его место. Сначала президентское, а потом и диктаторское. В итоге в столкновениях между властью и оппозицией только за первую неделю выборов погибло не менее 30 человек. Чтобы снизить свои шансы войти в число погибших, пришлось получить у властей специальную аккредитацию для журналистов. Ее выдает министерство печати, а для получения надо собрать документы и написать специальное письмо. Однако мои помощники смогли сделать все быстро. Ну как быстро? На печати подпись одной бумажки у гвинеевцев ушла 3 часа. По местным меркам, наверное, быстро. В итоге мы получили заветный документ, с которым ездить под пулями должно быть намного приятнее. Чтобы нас раньше времени не подстрелили, надо на машину наклеить наклейку пресса, обсуждение дизайна, тюнинг автомобиля. Теперь безопасно. Полиция реагирует нормально. Дают снимать, вообще никто не это, и все такие очень френдли. Что с протестующими, непонятно. Не думаю, что на них подействует эта бумага, но посмотрим. А может даже в другую сторону сказать, это вам этот президент выдал? Так мы его первому поверим. В чем проблема? Проблема в том, что здесь местные каналы, местные СМИ, вот этот Франц 24, короче, французская пропаганда, она поддержала действующего президента. Собственно, поскольку оппозиция, она выступает против действующего президента, соответственно, они считают, что любая иностранная пресса, она поддерживает действующего президента и немножко враждебно относится, особенно к иностранным журналистам. На подъезде к месту протестов картинка за окном машины изменилась. Стало больше полиции, особочен, исчезли люди. В итоге нам пришлось развернуться и поехать по другой улице, как наш водитель испугался стрельбы. Чтобы добраться до самого горячего места, пришлось вести переговоры с военными. И они говорят, что у них только что убили одного военного, и еще троих ранили, они в больнице, и дальше ехать нельзя, потому что там стреляют всех, кого видят. Ох, что-то выстрелили. Так, чуваки нервничают, когда видят камеру, поэтому будем снимать аккуратно. Туда вот дальше, они за этот холм, они не велят ехать. Вот какие-то, вон они куда-то поехали, мы так поехали с ними. Не очень экологично, я скажу, машина явно давно не проходила ТО, и коптит вообще черным дымом. Дымовая завеса, да. Куда смотрят вообще экологи местные, гвинейские. Так мы доехали до полицейской заставы. Полиция, гвинейская полиция работает в шортах, чтобы вы понимали, потому что жарко. А там что-то жгут, я так понимаю, они сейчас собираются на кого-то напасть. В общем, менты блокируют вот так вот дорогу, а там протестующий что-то горит. Но пока не понятно, что горит. По экипировке у кого-то есть защита на ногах, у кого-то нет. У кого-то есть щиты, у кого-то нет. У чувака это для гранаты, чтобы закидывать. Надо обратить внимание, что все менты безоружны. То есть, в случае чего, даже непонятно, чем ответить. Да, ну в общем, полиция, она в разных местах здесь блокирует дороги, как видно. Мы сейчас попробуем объехать, чтобы попасть на сторону протестующих. Вот. Но практически все, кстати, если мы говорим про полицию, они практически все работают без масок. В отличие, кстати, от белорусских ментов, обратите внимание, что если лукашенковские менты, они все прячут свои лица и все работают в масках, то здесь народ так более-менее открыт и не стесняется. Вообще в мире есть много гвиней. Есть гвиней Бессау, есть экваториальная гвиней и даже папуа Новая гвиней. А есть обычная гвиней, нищая страна на западе Африки, куда я и приехал. Эта гвиней была французской колонией и стала независимой только в 1958 году. После обретения независимости к власти пришел Секу Туре, который сразу принялся строить коммунизм с африканским лицом в обмен на товарищескую помощь от Советского Союза, естественно. В СССР так и увлеклись идеей превратить черный континент в красный, что в Гвинею даже молодой Брежнев успел съездить. СССР построил гвинейцам аэропорт и университет, поставлял специалистов, оружие и даже унитазы, которые пылились на складах из-за отсутствия в стране достаточного числа туалетов с канализацией. Построить в Гвинеи коммунизм не вышло. Власть тут сменилась в 1984 году, еще до развала Советского Союза. Зато гвинейцам досталась куча советского оружия. Танки и БТР, которые стоят сейчас на вооружении гвинейской армии, до сих пор советского производства. Когда строительство коммунизма кончилось, гвинейцы начали строить демократию, теперь уже получая деньги от Европы и СССР. И европейцев в Гвинеи особенно интересовали бокситы. Это такой вид алюминиевой руды и по залежам которой Гвинея первая в мире. Добыча полезных ископаемых так увлекла европейцев, что они даже не возмутились по ходам президента Канде на третий срок, сразу после выборов признав его победу. Но и Россия из Гвинеи насовсем не ушла. Там работает алюминиевая компания Олега Дерипаски, Русал. Как раз во время его приезда оппозиционеры расстреляли ее поезд. Совпадение или все-таки поддержка большими компаниями президента Канде дает о себе знать? Собственно, вот здесь где-то поезд они сожгли. А пока политики и корпорации борются за власть и полезные ископаемые, простой гвинейский народ получает в основном по морде. В Канакри мы встретились с женщиной, чего сына избили представители оппозиции. По ее словам, абсолютно без причин. Женщина рассказала, что к ней в лавку пришли оппозиционеры, а ее сына заподозрили в каком-то обращении к президенту и за это избили. Сама женщина заверила, что вообще не понимает, за что пострадала ее семья. Здесь видно, что разграбили все эти мелкие магазинчики. Машины сюда уже не едут бояться. Видны какие-то остатки баррикад. Но мы идем посмотреть, что там происходит. Что случилось? Аккредитация не помогла нам добраться до протестующих, потому что разрешение властей на съемку оппозицию явно не волновало. Военные запретили нам проехать к расстрелянному русскому поезду. Чтобы проехать дальше, нам предложили ждать подкрепления, но когда оно приедет и приедет ли вообще, было непонятно. В подтверждение слов об опасности обстановки, мы наткнулись на грузовик с трупами застреленных военных. Но все-таки во всей этой истории меня волнует обилие наружной рекламы. Все-таки проблемы здесь в Канакри с дизайн-кодом. Как-то почему-то все надевают шлемы. И велодорожек нет. Но параллельно с войной в Гвинее продолжается и обычная жизнь. Поэтому я, конечно, посмотрел и на то, как живут не участвующие в протестах гвинейцы. Что хорошо в Африке, так это то, что каждый здесь при желании узнает свой родной город. Кто-то узнает Краснодар, кто-то Челябинск. Вот, кстати, друзья, видно, зачем нужны надземные переходы. Потому что надземные переходы удачно превращаются в рынок. Вот не было бы надземного перехода, не было бы и рынка. А так, видите, движуха, красота. Посмотрите, друзья, что у нас на обочинах происходит. Красивая река, в которую можно сбрасывать мусор. На обочинах кучу людей, что-то продают. Здесь еще внезапно пешеходный переход возникнет. Вот это средство успокоения трафика. Р***банная дорога называется. Это же, блин, тут прямо, да. И это развязка на трассе в столице. Вот это у нас прямо столица. Это развязка на трассе в столице. Человек просто в пуховике, когда плюс 35, едет без шлема на мотоцикле. Плюс 34, плюс 34 человек в пуховике зимнем, черном, едет на мотоцикле. Мне интересно, что у него там под этим пуховиком внутри. Да, да. Так вот выглядит территория вокруг президентского дворца. То есть видно, что этот срач, он повсюду. Вот так вот выглядит одна из центральных улиц столицы. Тут, видите, офис Эмирейтс, Apple Store, который закрыт. Ну, местные Apple Store, какие-то ресторанчики и вот различные банки. Несмотря на то, что здесь живет более двух миллионов человек, живут они в основном в трущобах. Центр города, как видно, не представляет вообще никакого интереса. Поскольку Гвинея лежит прямо на берегу Атлантического океана, я не мог отказать себе в удовольствии посмотреть на знаменитые гвинейские пляжи. Так, ну что, друзья, потрясающе, потрясающие курорты, если кто-то думал приехать сюда с туристическими целями, то здесь, можно сказать, просто рай для туристов. Здесь, кстати, можно снимать какую-нибудь классную экологическую рекламу, потому что, как это часто в Африке бывает, весь берег завален мусором. Весь ваш пластиковый мусор, все, что мы выбрасываем в море, потом море выбрасывает обратно на берег. Если этот берег не чистят, как в столице Гвинеи, то берег выглядит так, это просто огромная свалка, среди которой вот ходит, в данном случае, ходит сборщик, но он берет только определенный тип бутылок, он берет бутылки, которые можно будет потом переработать. Это самый центр города, то есть мы сейчас прямо вот от президентского дворца, наверное, может метров 500 километров. Вот такая вот тут красота. Детишки во что-то играют. Так, все, я спугнул. В целом, тут видно, как выглядят лодки. Шприцы какие-то. Видимо, веселые рыбаки. А здесь вот народ занимается своими сетями. Это рыбаки, рыбаки вяжут сети. Потрясающая, конечно, картина. Резко сейчас где-то такое встретишь, а здесь же вот стирают, стирают и мусор. Чувак напрягся и хочет запретить снимать. Прямо синдром охранника из Ашана. Как показывает опыт, на то, чтобы сообразить, что здесь происходит, уходит какое-то у них время. Поэтому главное быстрее начать съемки. Вот здесь, собственно, то, что потом происходит. Это рынок дров. Видите, вот такие потрясающие дрова. Привет! Да, тут такие вот классные, классные ребята. Да, чувак, это видео. Видео, не фото. Но ты классный, да. Да, здесь, собственно, речка и вот вся жизнь кипит у них. Мы в Гвинее! Старость, так. Ну, друзья, во время отлива видно, кто где срал. Срали тут буквально. Слушай, какая жесть. Во время отлива видно берег моря, из чего состоит. Это просто какие-то груды, нереальные груды пластика. То есть здесь вот, тут говно, а тут пластик. Мы в этом потрясающем месте встречаем потрясающий закат. Да, блин, какой же здесь срач, друзья. Вот что самое интересное, на первый взгляд кажется, что это какая-то жуткая помойка и городская свалка, но нет. Тут, видите, тут живут люди, тут играют дети, тут продают какие-то продукты, тут кипит жизнь. И, видите, люди ходят просто по этому мусору и занимаются своими делами. Это выглядит просто как-то дико. Но, тем не менее, вот такая жизнь. Никто вообще не парится над тем, что делать с мусорами. Просто привыкли все выбрасывать в море. Просто они реально весь мусор, все отходы просто сбрасывают в море. Здесь же женщины занимаются стиркой. Сюда же тоже все это сливается. И вот такие вот реки, всякие вот канализационные, они стекают дальше в море. Сейчас отлив, это все обнажилось. Но когда прилив, можете себе представить, какая здесь грязная вода и как все это выглядит. Вообще, люди в Африке очень отличаются. И в некоторых странах прямо почти невозможно работать. Все такое, ну, все очень агрессивные. В Гвинеи, в принципе, полная свобода. Ну, примерно как в России, может даже проще. Потому что в России на Хаммеру негативно реагирует больше людей, чем здесь. Здесь многие вообще ее не замечают или там улыбаются как-то, позируют. В общем, народ приветливый. Ну и как видно, с мусором здесь народ не парится, что делать. Раздельный сбор мусора не слишком распространен в Гвинее. Все просто срут в море. Осмотрев мусорные пляжи, мы решили поискать что-то еще. Но нашли, ну да, опять мусор и немного гвинейского плова. Мы приехали в копировальный центр. То есть все вот эти вот гаражики. Это, видите, тут делают документы. У них стоят вот принтеры, еще какое-то оборудование. И они печатают документы. А здесь дом. Это такой интересный дом, четырехэтажный. Ну и все в такой вот относительной степени разбитости. Во дворах и в жилых районах здесь, конечно, все не очень хорошо. Что здесь было до этого не очень понятно. Или какие-то склады, ангары. Значит, все замечательно. Только пахнет непонятно чем. Зато есть парковка прямо под квартирой. Тоже, согласитесь, удобно. Что интересно, в африканских странах хорошо развита такая вот живопись, фасадная живопись. Развита она потому, что довольно большой процент неграмотного населения. Соответственно, чтобы люди понимали, что у вас продается в том или ином заведении, нужно на фасаде просто нарисовать мороженое или стрижку, или какие-то копировальные аппараты. И сразу всем ясно, какие услуги вы предоставляете. Вот какие-то вот листики. А тут куры. Куры. Это, кстати, центр Конакри. Друзья, чтобы вы понимали, это самый центр. Столица Гвинеи, к сожалению, не может похвастаться чистотой. Здесь очень грязно. Здесь постепенно сточные каналы, мусор. Сейчас в жилой район прошли полицейские, видимо, какой-то типа полицейский спецназ. Вон они идут с ружьями, но их нельзя снимать. Так, а куда они пошли? Все довольно такая забавная картина. При этом они так идут с ружьями, как будто они этими ружьями собрались колоть орехи. В общем, полицейские куда-то пошли вглубь квартала. А здесь у нас детки играются мусором. Вот это я понимаю. Дети прямо на спалке играют мусором. Здрасте. Прямо вообще очень напоминает ЧТУ, потому что здесь же ходят и в туалет, здесь же выбрасывают все отходы. Это вот двор одного из домов. Здесь же играют дети, ходят родители. Здесь же готовят еду. Все рядом, все рядом. Здесь приходит готовка, а здесь делают плохо. Смотрите, это плохо. Это у нас курица. Курица. А это у нас рис. Это у нас вот потрясающе. Прямо во дворе, а там уже сидят голодные соседи и ждут праздничный обед. А, вот у них тут овощи. Пока не поздно, надо уходить, потому что женщины немножечко сполошились и начали возникать ко мне какие-то вопросы. С каждым разом мы подбирались все ближе к месту боевых действий. Наши проводники соглашались дойти то до одного блокпоста, то до другого. Вот впереди сразу видно, если нет людей, если нет машин, то там происходит плец. Потому что местные хорошо это знают и туда вот никто не едет. Водитель отказывает туда ехать, поэтому мы сейчас пойдем туда пешком. Нет людей, это прямо очень нетипично для Конакри, потому что здесь всегда куча людей на любой дороге. Немножко волнительно, когда ты идешь и до горизонта вообще никого. Особенно, когда пять минут назад мимо тебя проехал грузовичок с трупами. Вот в этой синей палатке там военные сидят. Но они охраняют, я так понимаю, въезд. А здесь развандаленный ЗИЛ. Охранник говорит, что там зона протестующих и периодически оттуда нападают на них. Очень немножко стремно, потому что никого не видно. И главное, чтобы у них не было какой-то выстрел. Главное, чтобы не было у них оптического прицела. С другой стороны, у них такие ржавые автоматы, что даже с прицелом они навряд ли попадут. Только если случайно. Но попасть в самую гущу перестрелок не вышло. Только многочисленные следы прошедших боев. Здесь прямо такие столкновения шли, серьезные. Заправка закрыта, там сейчас полиция. По этой улице полиции там встречены выстрелы. Я пока не понимаю, где у них эта линия фронта проходит. Вот. Ну и чтобы вы понимали, здесь вот по разрушениям. Есть такое впечатление, что здесь вот как будто были боевые действия. Интересно, что протестующие, они помимо всего прочего, развандалили здесь все магазины, которые можно было развандалить. Все их сожгли. При том, что магазины-то принадлежат простым людям. Все это принадлежало простым людям. И сейчас это все, видите, они все сожгли. Вообще ни одного человека. Приезжают какие-то редкие местные жители после досмотра военными. Ну что, подозрительно, что нет людей. То есть здесь были протесты. Судя по тому, что некоторые баррикады еще совсем дымятся. Зачистили все недавно. И сейчас сюда вошла полиция, вошла армия. Сюда пришли полицейские, сюда пришли военные. Видимо, всем выписали, потому что нет вообще ни одного человека. А те, кто есть, они какие-то такие запуганные, быстро куда-то как мышки, свои норки там проходят. Проблема в том, что полиция не выглядит какой-то... Я не могу понять, почему возникли эти разрушения. Слушай, стреляю. Потому что у полиции нету практически мало автоматов. У них в основном всякие вот эти вот там гранаты и прочая фигня. Выглядит все, как будто здесь война была. Мне нравится, как разрешают все ближе и ближе куда-то подходить. То есть, вначале мы туда не пойдем. Потом, ладно, мы дойдем до первого блокпоста. Потом, ладно, мы дойдем до второго блокпоста. Теперь, ладно, мы дойдем до синей будки. Мне уже не терпится увидеть, что там. Есть ли жизнь за синей будкой? А-а-а, около синей будки. Так, во-первых, около синей будки еще один блокпост. И там дымяется баррикада. А справа, справа постреливают. Где-то там, на закате. Так, здесь почему-то за стеной стоит солдатик. Сейчас мы у него спросим, как у него... А, он слушает музыку. Тут розетка есть. Можно вас сфотографировать? А, нет, все, все. Чувак просто, я думал, он прячется от вражеской пули. От снайпера прячется за углом. А он розетку там нашел и слушает музыку. Электричество. Приехал водитель и говорит, что напали на нашу машину, на другого водителя, напали вчера ночью. И за вчерашний день 26 человек было убито в Конакри в результате протестов. Насмотревшись на то, как люди воюют с властью в городе, я поехал в аэропорт и сам стал жертвой этой власти. Еще даже не зайдя в здание аэропорта, я уже попал в оборот к местным разводилам при должностях и погонах. Ну что, друзья, я такой неприкрытой коррупции не видел, наверное, нигде. С чего начинается, мы подъезжаем к аэропорту Конакри, и все начинают там какие-то носильщики, еще что-то, ваш рейс. А у нас эфиопские авиалинии, я лечу сейчас в Адис-Абебе, и они говорят, у тебя там эти эфиопские авиалинии быстро все заканчиваются, значит, носильщик хватает твои вещи, все куда-то бегут, значит, дальше тебе дают какую-то декларацию. И дальше просто при входе, еще при входе в аэропорт, стоит военный, который начинает тебе жестами, показывая, типа, кофе. Я думаю, может, успеешь выпить кофе. Он показывает кофе, показывает пить или еще что-то. И только через несколько минут я понимаю, что он просто просит деньги. То есть военный на входе в аэропорт просто открыто тебе показывает, что ему нужны деньги, и типа, дай деньги, а то не пройдешь. Ты даешь ему деньги, потом начинается какой-то цирк, и стоит какая-то куча бесполезных людей. Все, значит, у меня три или четыре раза попросили тест на ковид. Ты ему показываешь тест на ковид. Они переписывают, ты им даешь какие-то декларации, в общем, происходит какой-то полнейший бардак. Ты говоришь, у тебя распечатанный посадочный. Они говорят, нет, иди его теперь распечатывай. Но на этом не все. Дальше ты идешь на посадку. На посадке взвешивают твою ручную кладь и говорят, у нас по закону можно только 7 килограмм, а у тебя 10. Все, с 10 нельзя, и он стоит, и он просит денег. Чтобы пройти сручную кладь, ты ему даешь 10 долларов. При этом ты ему не то, чтобы куда-то их вкладываешь или еще что-то. Ты ему даешь просто как в кассу на лапу, даешь ему 10 долларов. Он довольный такой и говорит, ну ладно, хорошо, все, 10 долларов, так и быть. Дальше, после этого, женщина, которая ставит печать тебе на посадочный, она тоже говорит, мне тоже дай денег. Типа дай мне денег, сколько-нибудь. Вот, ты этому дал и мне дай. И они все стоят и все просят у тебя деньги. В общем, думаю, с таким подходом к вене никогда ничего хорошего не будет. Здесь каждый в аэропорту, каждый конченый отвратительный человек, ворюги, гнусные отвратительные люди, которые мешают другим людям жить. Просто какой-то пи***ц. Что они здесь себя развели? Опять кто-то стоит и проверяет какие-то бумажки. Я уверен, они сейчас додумаются, как и на посадке у тебя тут вымогать деньги. Зачем все делается, совершенно непонятно. Видимо, чтобы ни у кого просто не было ни малейшего желания больше приезжать в Венею. Ну, а мы тем временем летим дальше. Вход Девуар в Абиджан. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok